В главе Международной Шахматной Федерации Кирсану Ильимжинову не дали разрешения въехать в США, где сегодня открывается матч за звание чемпиона мира. Первый раз за почти вековую историю Фиде ее глава пропустит центральный турнир. А на нем гроссмейстер Сергей Корякин пытается вернуть в Россию шахматную корону, которой не было у нас 9 лет. Если американцы не хотят видеть у себя президента Международной Шахматной Федерации, то почему президент не перенес матч в другую страну? Ведь такая возможность была. Объясните мне, зачем? Ну вас обидели. Корякин наш, его обидели страшно. Его родители в Симферополе не пустили в Америку. Беспрецедентная, непонятная жестокость. Ну почему не было сказать, хорошо, американцы, не хотите, не будет у вас чемпионата мира. Ну вы правильно сказали. 25 ноября прошлого года, когда меня включили в санкционный список, члены президентского совета Фиде на президентском совете в Афинах, в Греции, предложили, давайте перенесем матч за звание чемпиона мира в другую страну. Но я подумав, наоборот, обратился к членам президентского совета, давайте сделаем так, чтобы Соединенные Штаты немного умнели, немного интеллектуализировались, и этот матч за звание чемпиона мира будет посвящен другому санкционному, только гражданину Соединенных Штатов Америки, выдающемуся шахматисту Бобби Джеймсу Фишеру. И мы этот 2016 год объявили годом шахмат Соединенных Штатов Америки, несколько десятков турниров проводим среди ветеранов, среди детей, и ко мне обратились многие шахматисты, любители шахмат Соединенных Штатов Америки, не переносить матч за звание чемпиона мира из США в угоду некоторым американским чиновникам из администрации президента США. А как вы узнали, что вы в санкционном списке? Ну, 25 ноября, во время пресс-конференции, когда я закрывал в Риме чемпионат мира среди женщин по Блицу, который проходил по интернету, один из журналистов сказал, вот сейчас появилось на ленте, что вы включены в санкционный список, объясните это. Я спросил, из-за чего? Ну, сказали, из-за связи с руководством Сирийско-Арабской Республики, за то, что мы проводили там шахматные турниры, за то, что Фиде подарила шахматы, шахматные учебники детям Сирийско-Арабской Республики, за это меня включили в санкционный список. Я посчитал, что это несправедливо, обратился в суд Соединенных Штатов Америки по защите чести, достоинства и деловой репутации, объявил иск на 50 миллиардов долларов, и жду извинений на 50 миллиардов долларов. Потому что Фиде на сегодняшний день одна из крупнейших международных спортивных федераций, объединяющей 188 стран мира. В год мы проводим более 100 тысяч соревнований. Это я понимаю, понимаю. Вы мне объясните. То есть вот просто так вас взяли и включили в санкционный список? Нет, не просто так. А они потом, когда мне прислали административное дело, оказалось, что АФАК, Министерство финансов, включило список из-за статей, которые были опубликованы в «Гардиан», из-за публикации, которые давал интервью бывший чемпион мира Гарри Каспаров, интернет там и так далее. Они из средств массовой информации взяли ту информацию, что... То есть Гарри Каспаров обладал секретной информацией о вашей связи с сирийским правительством? Откуда? Потому что в газетах было написано, что я посещал неоднократно Сирию, мы проводили там шахматные турниры, мы с Башаром Асадом открыли шахматный спортивный центр. Вы Сиренную Корею посещали неоднократно. Ну и многие другие... Вы президент Фиды, вы обязаны посещать. А вам было объявлено американцами до этого, что президент Фиды не имеет права посещать ряд стран? Ну, они раньше как бы делали замечания, в том числе Гарри Каспаров, который выдвигался от шахматной федерации Соединенных Штатов Америки в 2014 году, что я не имею права, почему-то как президент Фиде, посещать неугодные Соединенным Штатам Америки страны, такие как Ирак, Лирия, Сирия и так далее. А Гарри Каспаров это не тот человек, который попался на взятки в шахматном мире? Да, в январе 2014 года газета, американская газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, на основе которой были приведены документы, что Гарри Каспаров предложил и более того подписал контракт с Игнессичем Леонгом, с президентом Сингапурской шахматной федерации, где перечислил полтора миллиона американских долларов за то, что тот во время выборов президента Фиде 10 азиатских стран приведет каждой стране по 100 тысяч долларов, миллион долларов азиатским странам за голоса и 500 тысяч долларов Сингапурсу и Игнессичу Леонгу. За это комиссия по этике Международной шахматной федерации Фиде... Я понял, про деньги сколько каждому? По 100 тысяч долларов за голос, то есть за страну. У нас один голос, одна страна. Понятно. А откуда у Гарри такие деньги? Он подписал договор, как Международная шахматная академия Гарри Каспарова зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки в Нью-Йорке. То есть Нью-Йоркский фонд, наверное, и платил эти деньги. То есть, получается, американское юридическое лицо осуществляло подкуп голосов, а разве это не основание для рассмотрения этого вопроса в суде Соединенных Штатов? Вы совершенно правы. Всемирная шахматная федерация Фиде направила Министерство юстиции в Генеральную прокуратуру Соединенных Штатов Америки и в прокуратуру государства Сингапур, где очень сильно они борются против коррупции, за доказанный факт коррупции, чтобы они расследовали это дело. Но по сегодняшний день никакой реакции ни со стороны ФБР, ни со стороны правоохранительных структур Сингапура и Соединенных Штатов Америки. Но ведь по аналогичному прецеденту были возбуждены уголовные дела против футбольных чиновников. Почему такая избирательность? То есть футбольную всю верхушку раздолбали, а Гарри Каспаров, он что, свой казачок? Ну, во-первых, он прописан в Соединенных Штатах Америки, у него есть там квартира, и он выдвигался в президенты Фиде от Американской шахматной федерации. Поэтому он представлял интересы не только, наверное, шахматной федерации, но так как во время предвыборной кампании ему оказывалась и такая материальная, техническая помощь, когда я приезжал в страны, я посетил более 86 стран. А сколько денег вы платили за каждый голос в стране? Мы никакие деньги не платим, потому что Фиде, эта организация открыта, весь бюджет наш находится в открытом доступе. То есть вам это не инкриминировали? Ну, никогда мы не платили. Мы в Фиде проводили соревнования, но так вот... Нет, я прощу понять, то есть против вас уголовное расследование не объявлялось, не проводилось, решения никакие не принимались. Против Каспарова было выдвинуто обвинение, Фиде приняло некое решение, если я правильно понимаю. На два года его отстранили от шахматной деятельности. Это комиссия по этике, это независимая комиссия, которая избирается раз в четыре года на Генеральной Ассамблее Фиде. Но американцы отказались возбуждать дело или вообще ничего не ответили? Они просто приняли материалы, но никак не отреагировали. Сингапурская прокуратура отреагировали, мы знаем, что приглашался на допрос Игнастию Силиону, но Каспаров не приглашался на допрос. А там дело идет или неизвестно? Сейчас там оно вяло-вяло текущее такое. О, у вас жизнь у спортсменов какая-то, даже не поймет. А вы сказали американцам, в чем вы меня обвиняете? Я готов приехать в суд, лично ответить. Вы с кем-то общались из американских властей? Ну не просто. 25 ноября, когда внесли в санкционный список, я сказал, что обращусь в суд. Они не поверили, потому что по американским законам иностранный гражданин не имеет права судиться против правительства Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, я заключил договор с американской адвокатской компанией. И мы сейчас с 23 февраля находимся в таком диалоге или в процессе. В августе месяце я получил административное дело, на основе которого я был внесен в санкционный список. Когда мы с адвокатами открыли дело, посмотрели, прослезились, там, кроме публикации в газете «Гардиан», никаких ни доказательств, ни толком обвинений, ничего не было. Там была просто одна строчка, что я встречался с гражданами Сирийско-Арабской республики. Это звучит как какой-то плохой детективный роман. Да, не просто детективный. Я, когда ответил на более чем 200 вопросов, предложил им... Где? В посольстве или где? Нет, здесь отправлял. То есть они присылали мне вопросы, я отвечал. Они двух представителей сюда, в Москву, присылали. Когда я ответил на все вопросы, дал свои паспорта, поездки. Ну, в год я посещаю примерно по 100 стран. То есть они ничего не ответили. Тогда я написал письмо директору ФБР, директору ЦРУ и министру финансов, чтобы меня пригласили в Вашингтон. Я готов был пройти на детекторы лжи или на полиграфе, ответить на все их вопросы. После этого они начали у меня спрашивать, а зачем я хочу пройти полиграф, зачем детектор лжи? Ну, я сказал, чтобы еще раз доказать свою открытость и, можно сказать, честность. А они сказали, что сейчас не имеют необходимости приглашать. Затем я купил билет на американскую компанию «Дельта» американских авиалиний. Решил сам приехать туда. То есть сам купил билет, оповестил, что прилетаю в августе, хочу встретиться с ними. После этого начали звонить сотрудники Госдепа США, сотрудники Министерства финансов и начали отговаривать, зачем вам лететь, зачем вам тратиться, мы и так вам вопросы зададим. Я говорю, ну если вы меня обвиняете, я хочу сам приехать, если у вас что-то есть, пожалуйста, посадите в тюрьму, посадите на электрический стол, но я хочу доказать свою правоту. После этого они пропали, вышли связи. Я даже письмо написал президенту Соединенных Штатов Америки, лауреату Нобелевской премии мира Бараку Хусейну Обаме. Я обратился к нему как лауреату Нобелевской премии мира, говорю, пожалуйста, примите меня. Я хочу вам рассказать, во-первых, про матч за звание чемпиона мира, который в ноябре состоится. А во-вторых, Е2, Е4, ему сказали. И второе, значит, объяснить свою ситуацию по Министерству финансов. А Федор Даккене. И я его попросил, что если нужно по американскому законодательству доказать свою правоту, я готов на время принять гражданство Соединенных Штатов Америки. И в суде, чтобы меня судили американские судьи по американским законам на американской земле. Если американские судьи докажут, что я не прав, пожалуйста, сажайте в тюрьму. Но если по американским законам ваши американские судьи докажут, что правительство США не право, пусть извинятся передо мной и внесут материальную компенсацию. Какой вы неприятный человек. Вы просто знаете какие-то нереальные задачи. Обама, получив письмо, его сотрудники связались с моим представителем в Вашингтоне, более того, встретились с ним, начали у него спрашивать, а зачем им Лемжинов хочет в Вашингтон приезжать, зачем он хочет с Обамой. Они письмо читать не умеют? Ну, они прочитали, но они лично хотели убедиться в этом, но потом сказали, мы рассмотрим и подождем. То есть, короче говоря, все равно без вас проходит впервые за 92 года. Да, в 2024 году образовано Фиде, было 6 президентов Фиде, я 6-й по счету президент Фиде и за всю историю. Первый раз президент Фиде не проводит лично с чемпионатами. Матч насколько будет интересный? Матч очень интересный, во-первых, по нескольким таким аспектам. Самый молодой в основном состав и Корякину, и Карлсону по 26 лет, оба представителя, можно сказать, одного поколения. Ну, и третье, то, что Магнус Карлсон считается, ну, шахматист номер один, вундеркинд, он там из камня воду выжимает. А Сергей Корякин, он такой упертый, он тоже может из безнадежных таких ситуаций в чисто психологическом отношении вытаскивать оппозицию. Он же из Симферополя? Он из Симферополя, он из Крыма, он такой вот, ну, настоящий гражданин Российской Федерации. Не, и он, как я понимаю, еще очень убежденный. То есть, поэтому мы ожидаем, что в Нью-Йорке могут быть и провокации, потому что он такой жесткий, Крым наш, Крым наш. Да, он неоднократно об этом заявлял, но провожая Сергея Корякина в Нью-Йорк, я его попросил, Сереж, пожалуйста, играй в шахматы. А могут быть какие-то провокации? Почему они Корякина не включили в список? Вот же сейчас взяли и включили новых депутатов в Государственные Думы в какие-то очередные санкционные списки от Крыма. Ну, я думаю, просто не успели, и там уже один шахматист у них был, Бобби Фишер, и неприлично второго шахматиста включать в этот список. Но у них уже один президент Фиде есть, это значит, что у всех остальных президентов Фиде будет индульгенция? Ну, наверное, другим полегче будет. Победит-то кто? Ну, конечно, я как президент Фиде... Или в беге за Жириновским спросить? У него. Кстати, я ему в прошлый раз проиграл в партии, мы играли с ним в шахматы. Как президент Фиде... Сейчас, сейчас, сейчас. Вы проиграли в шахматы Жириновского? Ну, он меня в гости приглашал в Государственную Думу, потом, когда мы закончили беседу, он говорит, где шахматы, где шахматы, президент Фиде пришел, давайте. Ну, помощники пошли, эти сувенирные шахматные принесли там, ну, вот, не разобравшись с сувенирными шахматами, я проиграл Владимиру Вольфовичу. Не то и систему, что ли? Нет, нет, шахматы нормальные, но все-таки... Я же у него в гостях был, я же в гостях же был, но нельзя же было сразу даже и в ничью сыграть. Ну, Владимир Вольфович, кстати, неплохо играет в шахматы. А здесь кто... Ну, уж лучше некоторых, как выясняется, да? Здесь кто победит. Я болею и за Сергея Корякина, и за Магнуса Карлсона. Почему? Потому что, когда им было по 14 лет, они были моими номинантами. Один на чемпионате мира по шахматам в Ливии, который с Мармаром Каддафи.